Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно я говорил, что время пополнять ИИС. У меня было видео, и это видео получило достаточно большой отклик, потому что люди говорят, ну да, идея хорошая – пополнить ИИС и получить налоговый вычет 13% от суммы пополнения. Но дальше люди возражали, ну и что, деньги-то лежат 3 года. Ну, если ИИС только что открылся, есть многие люди, у которых ИИС уже открыт давно, год-два, у некоторых даже три года назад, и можно получить 13% возврата сразу. Но вопрос-то не в том. Вопрос в том, что мы пополняем ИИС, и деньги не просто так лежат, они приносят еще дополнительную доходность. Вот в чем дело. И куда можно вложить деньги, которые вложены в индивидуальный инвестиционный счет, сейчас я обсужу. Но смотрите, еще раз я повторю немножечко про ИИС. ИИС – это специальный индивидуальный инвестиционный счет, который открывается, ну практически все брокеры предоставляют такую возможность. государство предоставляет возможность вернуть уплаченный НДФЛ, то есть налог на доходы физических лиц в размере 13% каждый из нас платит. Так вот, на сумму не более 400 тысяч в год мы можем вернуть деньги в год, каждый год, по деньги, вложенные в ИИС. Смотрите, если вы, что такое 400 тысяч? 400 тысяч, если делим на 12, получается в районе 36, вы сами можете посчитать, рублей в месяц белой зарплаты. То есть та зарплата, которую вы получаете, эти доходы, которые вы получаете, они облагаются 13% налогом на доходы физических лиц, и платит его ваша бухгалтерия. Так вот, эти деньги можно вернуть с 400 тысяч рублей. В год. То есть если ваша зарплата составляет, скажем, в год 600 тысяч рублей, то с 400 тысяч рублей вы можете вернуть 52 тысячи рублей. Каждый год. То есть вы выполняете первый год на 400 тысяч, возвращаете 52 тысячи рублей, у вас на счете там 400 тысяч. Значит, следующий год вы выполняете еще 400 тысяч, и еще 52 тысячи возвращаете, а на счете уже 800 тысяч и так далее. Вот, ну, что еще можно сказать, что деньги считаются по календарным годам, то есть календарный год. Календарный год в ближайшее время и истекает, потому что сейчас уже, ну, практически середина декабря, но если до конца декабря вы вкладываете, пополняете свой ИИС на 400 тысяч рублей, то уже в январе вы можете взять все документы для того, чтобы подать декларацию 3НДФЛ в налоговую и налоговая вам на ваш банковский счет, который вы укажете, переведет деньги через какой-то срок, 52 тысячи рублей вот эти. Ну, или сколько на сумму возврата НДФЛ, сумму пополнения. 52 тысячи рублей это в аккурат 13% от 400 тысяч рублей. А теперь о том, куда можно вложить эти деньги, потому что деньги, мне люди говорят, да лучше я их на депозит положу там и так далее, можно купить облигации. Меня спрашивали, какая доходность и облигации. Сейчас я расскажу об одной возможности. Это структурный продукт, структурная нота. Появилась еще новая нота в рублях, структурная нота. От 400 тысяч рублей там не требуется статус квалифицированного инвестора. В отличие от других нот, которые от 10 тысяч долларов, и там требуется статус квалифицированного инвестора. Итак, переходим к презентации, к ноте. Структурный продукт возрождения роста. Эта нота как раз разработана для того, чтобы... для ИИС. Посмотрите, почему. Вы сейчас увидите это. Ну, во-первых, ИИС не позволяет работать с акциями иностранных компаний, поэтому эта нота на российские компании. Во-вторых, купон. 100% защита инвестированных средств. Что важно. Рубли. 1, 2, 3 года. Базовые активы отобраны на основе рыночной экспертизы. Купон может быть выплачен раз в год. Смотрите. Значит, нота позволяет получать доход даже при минимальной положительной динамике базовых активов. Вот. Посмотрите. Минимальная сумма инвестирования 400 тысяч рублей. Это ровно столько, сколько вкладывается в ИИС. То есть, в ИИС можно и меньше вложить. Ну, вот, скажите, как бы 400 тысяч мы вкладываем в ИИС. Пожалуйста. Базовые активы какие? 4 акции отобрано. 4 компании. Это ПАО Аэрофлот, ПАО АФК-система, ПАО Магнит, ПАО ВТБ. ПАО АФК-система, ПАО АФК-система, ПАО АФК-система, ПАО АФК-система, ПАО АФК-система. 15% годовых. Купонная выплата. Сравните с ставкой депозита. Там 6%. Ну, 7%. Ну, 8% вы найдете. Здесь 15% годовых. Периодичность купонных выплат. Годовая. Ну, обычно по нотам все-таки выплачивается квартальная. Здесь годовая. Один раз в год выплачивается 15% годовых. Защитный барьер. Вот что важно. Отсутствует 0%. Отсутствует риск. То есть, в самом худшем случае вы все деньги вернете назад. Все ваши деньги не пропадут. Отсутствует защитный барьер. В отличие от валютных нот, где есть защитный барьер, когда можно, так сказать, риски есть. Здесь риска нет. Нет риска. Вообще. Вы вложили 5 миллионов в эту ноту, вы получили 5 миллионов. Потому что можно и не на ИСе ее открывать. Можно на обычном брокерском счете. У вас есть там 5 миллионов, пожалуйста. Вы вкладываете в эту ноту 5 миллионов, получаете 15% годовых. И без риска. Ну, 15% можно и не получить. Сейчас я скажу. Но свои деньги вы точно не потеряете. Вот. Купонный барьер. 100% с эффектом памяти. Что это такое? Сейчас я объясню. Барьер отзыва. 110%. Ну, тоже объясню сейчас. Потому что, ну, скорее всего, эта нота закроется досрочно. Она автоотзывная. Вот. Первоначальная стоимость. Стоимость акций каждого из базовых активов на момент покупки опциона. Ну, там будет опцион. Вот. Условия выплаты купона. Все базовые активы выше купонного барьера. Все базовые активы выше купонного барьера. Эффект памяти есть. Если купон когда-то не выплачивался, почему он может не выплачиваться? Потому что какой-то базовый актив опустился ниже, чем купонный барьер. То есть какая-то акция, какая-то из акций упала, купон не выплачивается. Но есть эффект памяти. Если в следующий период наблюдения выполнился, то выплачивается оба купона. Или, так сказать, все три купона одновременно. На дату наблюдения, досрочный отзыв, на дату наблюдения все базовые активы выше барьера отзыва. Ну, то есть, скорее всего, будет досрочный отзыв, барьер отзыва 110%. То есть, если все четыре компании выросли на 10% и больше, то выплачивается купонный барьер 15%. То есть, акции выросли на 10%. Купон выплачивается 15% и все деньги возвращаются. Сценарии. Сценарий один позитивный. Все акции на момент наблюдения находились выше, чем барьер отзыва. Продукт отзывается сразу. Инвестор получает 100% начального капитала плюс купон. Ну, все купоны, которые получены. Сценарий два позитивный. Во все даты наблюдения, это самый лучший сценарий, все акции находились выше купонного барьера. Что означает, что инвестор получил купон в каждую из этих дат. И погашение по 100% начального капитала плюс купон. Это самое лучшее, это через три года. Вот, там срок, сейчас давайте вспомним срок какой. 1-2-3 года, судя по всему. 1-2-3 года. Вот. Сценарий три нейтральный. При наблюдениях хотя бы одна акция находилась ниже купонного барьера. Купон не выплачивался, а запомнился. То есть, купон запоминается с эффектом памяти. При погашении все бумаги находились выше, чем купонный барьер. Что означает, что 100% номинала плюс купоны за все периоды, в которых купон не выплачивался, а запоминался. Ну и сценарий негативный, самый последний, самый худший сценарий. Во все даты наблюдения и в дату погашения хотя бы одна бумага находилась ниже купонного барьера. И тогда просто возвращаются все деньги. То есть, рынок падает, вообще кризис. В стране деньги мы сохранили в кэше. Это тоже хорошо, на самом деле, потому что, когда все акции упали, у нас все деньги сохранились, то мы можем купить акции по заниженной цене, чтобы потом они будут расти. Это тоже совсем не такой плохой. Дальше обзор базовых активов. Возрождение роста. Что такое? Аэрофлот. Аэрофлот в последнее время акции Аэрофлота падали. И они сейчас находятся на достаточно низком уровне, поэтому очень есть большая вероятность того, что акции Аэрофлота вырастут. Если они вырастут на 10%, то это, понимаете, барьер уже отзыва. То есть, если акции Аэрофлота выросли на 10%, то, значит, одна из акций, один из активов перескочил барьер отзыва. Это очень даже вероятно. Если будет небольшой рост, это даже лучше. Вот. Теперь следующее. Ну вот, посмотрите, как Росаэрофлот по сравнению с индексом ММВБ. Можно оценить. Следующий актив. АФК-система. АФК-система, которая, значит, точно так же падала. Почему падала она? Потому что, ну, это всякие иски против Ютушенкова и так далее. Вот. Система, что такое? Основной актив базовый в системе – это МТС. Сотовый оператор. Есть там Детский мир тоже входит. Я не знаю, сейчас они продали его или нет. Они там продают часть. Сеть клиник. Медсити, по-моему, там у них тоже. Вот. То есть, там много различных компаний у АФК-система. Самым значительным активом АФК-системы является контрольный пакет крупнейшего отечественного мобильного оператора МТС. Вот. В конце прошлого года в рамках мирового соглашения выплатила 100 миллиардов рублей башнефти, из-за чего прилично выросла долговая нагрузка на уровне корпоративного центра. Впрочем, ноша для холдинга не представляется непосильно, и у менеджмента уже есть план по сокращению леверджа. Что такое левердж? Это, значит, отношение заемных средств к своим. То есть, они будут уменьшать это соотношение. Так что, сегодня можно говорить о начале новой истории для АФК-системы и ее сильно подешевевших акций. То есть, акции АФК-системы здорово тоже просели. Магнит. Ну, магнит то же самое. Абсолютно та же история. Акции магнита недавно упали в цене очень сильно, и они сейчас очень привлекательны для покупки. Сейчас их выкупил ВТБ банк, ну и, соответственно, нанял. Кого он нанял? Кого нанял банк ВТБ, управляющим по развитию сети магнит? Вы знаете? Он переманил директора, который занимался развитием сети. Пятерочка. Сейчас та женщина, которая развивала пятерочку, будет развивать магнит. Делайте выводы. Вот, и следующий актив – это банк ВТБ. Банк ВТБ тоже сейчас находится на минимальных значениях. Что ему угрожает? Ну, я думаю, что мало чего угрожает банку ВТБ. То есть, вот четыре таких актива – это акции, которые очень сильно просели. Они сейчас находятся на минимальных уровнях достаточно, так что их надо брать. Поэтому я считаю, что, скорее всего, скорее всего, эти акции поднимутся выше 110% и, скорее всего, будет самый сценарий, самый реальный – эта нота закроется досрочно, принеся 15% годовых в рублях. Вот. Ну, и здесь расчеты проводились 16.11.2018 при стоимости базовых активов. Рубль стоил к доллару 66 рублей за доллар. Ну, это просто так, как бенчмарк. Вот. Акции Аэрофлота 107.12, акции АФК-системы 7.99. Они на максимуме были 16 когда-то. Акции Магнита 3531 рубль за штуку. Значит, акции Магнита максимум были 14 тысяч рублей за штуку. Понимаете, да? Вот. Акции ВТБ 0.039 рублей за штуку. То есть, 3,9 копейки за штуку. Тоже очень привлекательная цена, потому что, если вы, кто-то еще помнит, акции Магнита первоначально стоили 8 копеек за штуку. То есть, не Магнита, ВТБ. Поэтому все активы, я считаю, достаточно привлекательны. Акции находятся на очень привлекательных уровнях. И поэтому, скорее всего, Нота будет просто принесет 15% годовых в первый же год наблюдения. В первый же период наблюдения. И, скорее всего, она будет отозвана. То есть, закрыта. А 15% мы получим. И мы сможем вкладывать уже деньги снова в другой продукт. Вот. Поэтому идеальный продукт для того, чтобы... Да, он специально для этого и был введен. В общем-то, для тех, кто хочет пополнить ИИС и вложить деньги под 15% со 100% защитой капитала. Смотрите, вы получаете 13% вычет НДФЛ плюс 15% годовых вот по этой ноте. Итого, 15% годовых вы получаете на 400 тысяч. И плюс 13% они выплачиваются где-то через 3, от 3 до 6 месяцев выплата происходит. То есть, 13% это уже не годовых становится. А если в годовых считать, 26% как минимум, если вы получите вычет через полгода. То есть, в июне. Потому что налоговые не торопятся выдавать деньги вот эти, потому что это налоговая. Вот. Она никогда не торопится возвращать деньги, но всегда торопится их забрать. Вот, поэтому 26% вы получите, ну, в смысле, вот эти 52 тысячи вы получите просто на свой банковский счет от налоговой. А 15% на ИИС вам в виде купонного дохода будет начислено. Итого, значит, что вы получите на ИИС через год. Вот, соответственно, сейчас посчитаем 400 тысяч. 400 тысяч. Умножаем на 1,15. Через год на ИИСе у вас будет лежать 460 тысяч рублей. И плюс 52 тысячи рублей вы получите на свой банковский счет от государства, от налоговой. Итого вы вкладываете 400 тысяч, а получаете 460 плюс 52, 512 тысяч, то есть 112 тысяч в вашей доходности. Делайте выводы, господа. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Оставайтесь на моем канале. Продолжение следует...